Сейчас 1334 участника смотрят этот вебинар. Как это возможно? Друзья, это мужчины. Мужчины могут, сами понимаете, да, нам, видимо, дали какой-то бонус. Но если кто-то вдруг из ваших партнеров еще не может подключиться на этот вебинар, заходите в прямые эфиры ваших лидеров. Они сейчас все их запускают. Прямо сейчас мы здесь, в России. Я в городе Чебоксары. Нахожусь здесь у себя в офисе. Меня зовут Александр Алексеев. И мы с вами все вместе на мужском вебинаре движения МБФ профессионалов сетевого бизнеса, мужчин, которые работают с компанией Reflame. Именно об этом будем сегодня говорить. Давайте сейчас проверим нашу географию. Напишите, пожалуйста, из какого вы города, сколько сейчас у вас времени и сколько человек сидят вместе с вами, сейчас смотрят этот вебинар. Потому что я уверен, что многие сидят не одни, даже не вдвоем, не втроем, сидят даже командами. Но вы видите нашу географию. Я знаю, что здесь даже не только Россия. Здесь еще подключились и дальние, и другие страны, страны СНГ. Я даже видел европейские флаги, да, тоже были здесь. Они тоже сейчас здесь присутствуют вместе с нами. Друзья, мы сегодня будем разговаривать с вами про мужской бизнес, про мужской бизнес с косметической компанией, со шведской компанией Reflame. Почему Reflame и почему эта компания, сегодня спикеры обязательно с вами поделятся. Просто хочу сказать, главный, наверное, посыл мужского бизнеса, бизнеса с МБФ. Друзья, кто бы, что бы ни говорил, кто бы, где бы, какие бы там, не знаю, вещи вы не слышали. Компания Reflame, это, знаете, такой титан, да, это такой, такая, уверенный лайнер, который плывет в своем направлении, уверенно идет стать компанией номер один. С самым уверенным, самым надежным маркетинг-планом. И есть мужчины, которые в этом разобрались, которые увидели здесь деньги, и которые здесь очень мощно трансформировались и изменили себя, свои жизни и жизни своих близких. У компании Reflame свое производство, у нее свои заводы, у нее свои исследовательские центры. И это компания, компания, которой руководят в том числе мужчины, топ руководства здесь мужчины. Вот, поэтому, кто бы, что бы ни говорил, компания спокойно, уверенно, целеустремленно уже много-много лет идет к своей цели стать компанией номер один. И на рынке сетевого бизнеса эта компания, которая держится уже много лет, причем уверенно и постоянно растет, да, в России компания уже более 20 лет уверенно стремится к своей цели. Почему? Потому что у компании есть ценности превыше денег. Мы сегодня будем с вами об этом говорить. Сегодня вы услышите очень мало, на самом деле, историй, которых хотелось бы озвучить. Очень потому, что в компании Reflame, на самом деле, большое количество успешных мужчин. Вы сейчас видели в начале видеоролики, вы знаете, многие из вас, и наверняка многие из тех, кто уже был, мы проводили в феврале этого года первый глобальный большой мужской бизнес-форум здесь, в городе Чебоксары. Здесь у нас собралось порядка 900 мужчин в одном зале, да, еще очень много людей смотрело онлайн. Да, запись будет. Вот. И мы показали, доказали, что здесь есть зарабатывающие мужчины, и не только мужчины, в том числе и девушки. Потому что я посмотрел список участников, там каждая третья, каждая четвертая – это девушка. Девушки, кстати, вам отдельный респект. Спасибо, что вы всегда с нами, да, там, где мужчины, там девушки, но и вообще развитие без вас вообще невозможно. Поэтому спасибо, что вы здесь. Обязательно подсоедините, присоедините ваших мужчин сюда. Сегодня будет пять топовых историй. Таких историй еще много, и подобные вебинары мы еще будем запускать, не переживайте. Истории одни из самых ярких. Да, вы сегодня услышите историю студентов, которые пришли сюда. Ну, Олег Плешков, я знаю, он пришел в 16 лет, да, и он создал сейчас миллионный бизнес с компанией Reflame. Он полностью обеспечивает себя, да, и свою семью с компанией Reflame сейчас. История Сергея Гоглоева тоже пришел в студенческом возрасте, и что построил сейчас, он вам тоже сегодня с этим поделится обязательно. История, одна из моих любимых историй, история Сергея Шахаева, да. Как от таксиста до миллионера, да, как будучи водителем такси, сейчас это очень модно, да, все, наверное, знают, там надо идти в Яндекс, идти в Геттакси, да. Но вот он, сидя за рулем автомобиля, принял решение изменить свою жизнь, увидел возможности маркетинг-планы компании Reflame. И очень круто изменил свою жизнь менее чем за год. Посмотрите, пожалуйста, тоже обязательно об этом. История реального железнодорожника, друзья, да. Мой друг Виктор Кукушов, который раньше работал на железной дороге, да, там, не знаю, монтажировал там, мандражировал вот железные дороги. Сейчас это топовый лидер России, очень мощно растет. Они купили шикарную квартиру с видом на Волгу. Вот, ну и, конечно, мой топовый наставник Эдуард Васильев, который ушел из Газпрома, поменял вот такую крупную компанию на компанию Reflame. И какие изменения, трансформации произошли у него, мы все это дело, друзья, узнаем сегодня. И самое главное, мы сегодня вместе с вами запустим мужской бизнес-форум, продажи билетов на мужской бизнес-форум 2019 года. Ну что, начало положено, 19.07 у меня, начинаем самый мощный мужской сильный бизнес-форум, объявляю открытым. Давайте восклицательные знаки в чате, я вижу, тогда увижу, что вы меня слышите, видите хорошо. И я передаю слово моему другу, коллеге, Плешкову Олегу, Плешкову Олега, вот, прямо сейчас встречаем. Ребят, всем привет, как меня слышно, как видно. Поставьте, пожалуйста, по 10-бальной шкале. 10 – это хорошо видно и слышно. Мы, короче, включили прямые эфиры, потому что, ну, в веб-комнату уже все не лезут, и через прямые эфиры в Инстаграме подключаем тех, кто не успел подключиться на вебинар. Я думаю, это очень круто, когда мы смогли собрать такое количество людей, объединенных одной идеей. Немножко о себе. Меня зовут Плешков Олег, я сапфировый директор. Вот мой ник в Инстаграм, если кому интересно. И давайте, наверное, расскажу, с чего я начал, да, вообще, как пришел к этим результатам. И почему на самом деле сейчас студентам, да, в принципе, можно не искать работу, потому что я знаю, это проблема для многих, и мы об этом тоже поговорим. Итак, пришел я в бизнес 16 лет, это регистрация, вот таким парнем я был в очках. Кстати, на фотографии женские очки. Мы с пацанами, ну, как все, наверное, да, то есть отдыхали, снимали домики, пили, грызли семечки, в общем, занимались спортом, играли в компьютерные игры. Я думаю, у кого есть дети, подростки такого возраста, да, то есть вам это знакомо, вот, кто общается или общался в таком возрасте девочки с парнями, вы знаете, то есть какие у них привычки, да, ну и мужчина вы тоже знаете, то есть в принципе у всех, наверное, было так. То есть это не какой-то сверхъестественный человек, который там стоит, да, то есть я такой же, как и все, пришел в этот бизнес просто немножко, может быть, раньше, чем другие, вот. Поэтому, может быть, в этом плане мне повезло, да, кто-то мне говорит, эх, если бы я в твоем возрасте пришел в Reflame, было бы все по-другому. Ребят, ну, может быть, и так, да, но Андрей Рожков, нет, не Андрей Рожков, может быть, было бы и так, но на самом деле, смотрите, ребят, у каждого свой период, да, и давайте я сейчас... Что ты хочешь сделать? Забрать что-то? Ну, надо забери, не отвлекает. Так, нажмите на видео, видно должно быть. Ребят, перезайдите, если что, ладно? Итак, какие показатели бизнеса сейчас у меня? Смотрите, да, у меня около 20 партнеров на уровне 22% и выше, доход более 2 миллионов рублей в год, организация более 5000 человек, если брать в цифрах, оборот команды составляет примерно в месяц где-то 4 миллиона рублей, это 3 700, 3 800, вот так вот, да. Доход команды составляет около 800 тысяч рублей, это я считаю менеджеров, да, то есть старших менеджеров, директоров, это в месяц. То есть, ну, примерно можете посчитать какой-то уровень, и да, у меня поменялся образ жизни, все вообще поменялось, я хочу сказать, то есть мы несколько раз в год путешествуем, да, то есть это бонусы, премии, которые я получил. Ну, и видите наш мужской состав в нашем бизнесе, вообще первые люди, кого я пригласил, это были мужчины, вот. И если у кого-то есть такая проблема, да, то есть как пригласить мужчин или стоит ли, да, то есть на что, ребят, то есть мужчин интересуют деньги, поэтому приглашайте на деньги. Поэтому это работает, и сейчас мне 25 лет, 25. Я побывал уже на лайнере, кстати, исполнил свои несколько мечт, и я уверен, что многие из вас пришли сюда за конкретными целями, да, то есть исполнить какие-то свои мечты, потому что, ну, смысл приходить и что-то делать просто так, да, то есть мы не выходим из дома с мыслью, так, а куда бы мне сейчас пойти, да. То есть мы, когда выходим из дома, мы выходим с конкретной целью. И когда вы пришли в компанию Арифлейм, и вы решили построить свой бизнес, вы пришли сюда с конкретной целью, с какой, да, то есть прописаны ли они у вас. И у меня эти цели были прописаны, я это представлял, и это как раз тот образ жизни, который я сейчас вам показываю на фотографиях. Я хотел всегда быть свободным, вот, вставать не по будильнику, ездить в разное время года, в разные страны, в разные места. Может быть, я не знаю, когда здесь снег и холодно, слетать туда, где тепло и солнце, да. Вот, покататься на сноуборде, покататься на серфинге. Вот на серфинге я еще не покатался, но это в планах, да. Вот, мы даже решили организовать такой коворкинг свой, давайте я вам немножко покажу. Смотрите, кодка, где мы собираемся с командой и работаем. Это очень комфортно, это очень удобно. Мы сюда вложили около миллиона рублей, да, в течение вот девяти месяцев. И это в рамках, то есть, только нашего небольшого города, да, и нашей небольшой команды. Ну, и давайте я вам расскажу, как я к этому пришел, потому что, наверное, интересно, да, как так получилось, что вот в 16 лет я пришел и в результате такой результат. Все на самом деле очень просто. Вот, я посмотрел на свое настоящее и на те цели, которые у меня есть. И я понял, что если я буду ходить на работу, потому что у меня был опыт в 15 лет, то есть, мне этого хватило. Я пошел на работу в 15 лет, устроился, поработал, и мне первую зарплату заплатили через два с половиной месяца. Как вы думаете? Какие первые мысли, да? Первые мысли, конечно, то есть, а если так будет всю жизнь? А что делать, да? А как, ну, то есть, цели и с тем, что у меня сейчас, они как-то, знаете, не стыкуются. Я понимал, что если будет продолжаться так, ну, то есть, глядя на своего отца, потому что я работал с ним, я понял, что примерно будет такой же образ жизни, как у него. Я этого не хотел. Если вы сейчас оглянетесь вокруг себя и посмотрите, да, то есть, Роберт Киосаки же сказал, кто читал, да, еще, может быть, помнит, вот то, что у нас в руках, да, то есть, зависит от того, что у нас в голове. Я это услышал, я это принял, я это запомнил. Это единственная фраза, которую я запомнил из этой книги. Она поменяла все мое мышление, и я снял свои розовые очки, которые были у меня, потому что я всегда думал, что я буду крутым чуваком, которого будут везде ждать, везде брать. Но на самом деле, сейчас я понимаю, что это не так, да, то есть, первое, что я сделал, я посмотрел на свое настоящее, сравнил это своими целями, я понял, что, ну, если я сейчас не буду ничего менять, да, буду, то есть, учиться только, ходить на учебу, потом на работу, и, то есть, я не исполню свои цели, мечты, и надо с этим что-то делать. Я просто посмотрел правде в глаза и снял вот эти розовые очки. Почему сейчас студенту не совсем актуально искать работу? Давайте, ну, тоже снимем, да, у кого еще есть розовые очки, может быть, будет это интересно. Я думаю, важно точно будет. Смотрите, примерно 400 тысяч выпускников российских вузов каждый год озабоченный поиском работы. То есть, эти люди заканчивают институт, выходят каждый год с института и ищут работу. 400 тысяч человек. Теперь мне скажите, пожалуйста, большая ли конкуренция на работе по найму? Это просто охренеть, какая большая. Вы понимаете, да, что просто охренеть, какая огромная. И есть одна проблема. Есть одна проблема, то, что если ты устроился на какую-то работу, и вот здесь вот есть попа начальника, здесь ты, ну, то есть, выше попа начальника ты не поднимешься никак, он тебя просто не даст. Ну, как минимум, ему это невыгодно, да. И все это прекрасно понимают. То есть, по факту, там ты не можешь вырасти. То есть, чем ниже ты находишься, тем меньше ты зарабатываешь. Зарабатывать больше, чем те, кто пришел раньше, ну, практически нереально, да. И вот я это понял. И сетевой бизнес – это единственное место, да, где может нижний человек перегнать вышестоящего, да. Нижний человек может перегнать вышестоящего по доходам, по результатам, и тот еще будет доволен. Другого места такого нет. В государстве тоже это невыгодно. То есть, вы понимаете это, да? Идем дальше. 8-6%, смотрите, российских работодателей планируют принимать новых сотрудников, уже обладающих навыком в области новых технологий. А сейчас человек учится, получает образование, вот сейчас, вот сейчас он учится, может быть, на втором-третьем курсе. Вы понимаете, что через 2-3 года, когда он закончит и получит диплом, его профессия будет неактуальна. Просто не нужна никому. Он придет, ему скажет, слушай, твоя профессия не нужна никому уже. Он говорит, как так? Я же только выучился. Ну, вот так вот, новые технологии, мир поменялся. Парень, открой глаза. Да, смотрите, ВЭФ прогнозирует сокращение числа белых воротников, да? Это вот те технические процессы, да? То есть, именно те работы, где осуществляется механическая работа, да? То есть, одно и то же. Где можно формулу там составить и так далее, и так далее. Короче, бухгалтеров, секретарей, аудиторов, банковских клерков, кассиров и прочих. С развитием автоматизации эти профессии становятся избыточными. Вот, поэтому обратите внимание, да? То есть, уже в 2017 году, насколько машины заменили людей, да? И что будет происходить дальше? У нас в команде есть, да вообще, в самом сетевом бизнесе очень часто встречаются люди, которые занимают руководящую должность или занимали руководящую должность в каком-либо банке. Почему? Мне кажется, эти люди просто больше знают, чем обычные сотрудники. Они понимают, что, ну, наверное, да? То есть, автоматизация дойдет до многих людей. То есть, с этим нужно что-то делать. Вот немножко цифр, да? К 2025 году 48% процессов будет делать человек. 52% будет делать машина. Ребят, это вот, это реаль, это реальные цифры. И если сейчас вовремя не снять розовые очки, то ничего не поменяется. Я говорю, благо мне тогда ума хватило это сделать, да? И, конечно же, да, почему сетевой бизнес набирает обороты? Потому что единственный продукт, который есть в сетевом бизнесе, да, это не шампунь, это не гель для души, не зубная паста. Ребят, это общение. Это контакт между людьми. Скажите, пожалуйста, может ли робот заменить контакт между людьми? Да, эмоциональный. Может эмоционально заменить контакт? Нет, никогда в жизни. И поэтому сетевой бизнес, он будет продолжать набирать обороты. Ричард Брэнсером, кто знает этого человека, в одном из интервью недавно сказал. Ему задали такой вопрос. Скажите, пожалуйста, что будет развиваться в ближайшее время? Какие виды бизнеса актуальны, перспективны, то есть им нужно их продолжать развивать? Он назвал три вида бизнеса. Три. Первый. Он назвал, это крупные компании, то есть они будут продолжать развиваться. Будут, и это факт, потому что у них, ну, то есть большой рынок. Дальше. Второй. Это сетевой бизнес, потому что здесь самый важный продукт – это общение между людьми, да? То есть он будет продолжать еще дальше расти. И третье. Это, ну, маленький такой, знаете, семейный бизнес. Когда вот в Европе видели, да, такая маленькая кофейня там в доме, да? То есть и эту кофейню развивает семья, например, да? Ну, какая-то такая вот узко специализированная. Вот. И все. И самые, конечно, большие деньги будут в крупном бизнесе и в сетевом. То есть, а там уже будут, ну, такой, просто чтобы был такой нормальный доход, и все. Поэтому сейчас самое время развивать сетевой бизнес, именно сейчас. Не завтра, не послезавтра, а даже уже вчера. Даже уже вчера, потому что те люди, которые, которых, возможно, сократят или закончат институт, и они поймут, что, блин, надо что-то делать, они пройдут либо в вашу команду, либо в команду там какого-нибудь Сережи, да? Вот, вопрос. Что бы вы хотели? В чьей бы команде были те люди, которые сейчас будут приходить все больше и больше и больше в сетевой бизнес. Поэтому, ребят, я желаю вам успехов. И что делать сейчас? Сейчас просто принять решение. То есть, я в этом бизнесе должен преуспеть, я по-любому преуспею. Не потому, что у меня все будет получаться, а потому, что я никогда не сдамся. Вот с этой установкой я рос, продолжаю расти и буду развивать свой бизнес. Поэтому всем успехов, всем пока-пока. Пока я передаю следующему спикеру. Сергей Гоглоев, ты здесь? Пока-пока. Друзья, добрый вечер, дайте обратную связь. По десятибальной, как слышно, видно. Спасибо большое Олегу, я для себя делал записи. Вообще, удивительно, мы не договаривались, а темы наши схожи. Все, тогда поехали. Моя история, как у Олега, началась еще в студенчестве, было 19 лет. Я просто искал возможность зарабатывать деньги. Родился на Дальнем Востоке, с родителями военнослужащим переехали в Грузию, развал Союза. Родители развелись. Вот помню, мне было около 10 лет, когда мы с мамой переехали в Краснодарский край, по сути, в позиции беженцев. Вы знаете, всю юность старался зарабатывать. Первые бизнесы были по продаже какой-то клубники, черешни. Потом после школы я работал у знакомого предпринимателя. Ну, скажем там, после обеда, вечерами. В общем, всегда старался сам зарабатывать деньги, чтобы как-то не брать у мамы. В студенчестве тоже и ночами крупье в казино работал. И вот однажды на улице встретил девочку, которая спросила, «Привет, как дела? Слушай, деньги нужны?» Ну, такая малознакомая, да, в лицо друг друга знали, а по имени даже не помнил. Я сказал, да, что за работа. Вот так попал на презентацию, на кухне рассказали, в чем смысл бизнеса, что надо делать, кто будет помогать, сколько можно заработать, что я получу в результате. Честно говоря, возражал, что-то там сомневался, но в результате включился в работу. Первая неделя была провальная. Я понял, что смысл бизнеса в создании организации, но все, кого я позвал, отказались. Я подумал, блин, наверное, какой-то этот Reflame не такой, да, что-то никто в него не хочет. На второй неделе у меня был вариант продолжать делать по-своему или начать делать правильно. Ну, а правильно это надо было учиться у наставников. Стал слушать их и пошли первые регистрации, команда начала расти. Было 3%, потом 6%, на следующий клок 12%, 15%. Ну, вот как-то так. Дмитрий сейчас 36 лет. Давай продолжим, я в процессе на многие вопросы отвечу и в конце пару минут уделю на то, что вы задали, если еще что-то будет. В общем, мы с будущей тогда женой включились в работу. Когда получили высшее образование, уже она и я были директорами. Это нам давало 2000 долларов в месяц доход. Хотя Галин Папа, начальник милиции, полковник, мог бы, конечно, нас куда-то устроить, на работу по найму. И график этот, думаю, всем вам знаком. Да, можно делать карьеру, да, можно достичь каких-то высот. Вот, как Олег говорил, не очень-то просто это делать, когда сверху чья-то еще, да, не желающая тебя туда пускать. Но результат печальный. В конце концов, все мы выходим на пенсию. Ну вот напишите, сколько сейчас у ваших знакомых зарплаты? Вот кто на работе работает по найму? Может быть государственная, может быть какая-то коммерческая компания. Да, вот какие зарплаты? У нас в Краснодарском крае, вы знаете, если люди зарабатывают 15-20 тысяч рублей в месяц, это уже считается хорошая зарплата, да. Все, что выше, это много. Да, я вижу, большинство из вас тоже пишут такие цифры. Недавно смотрел РБК, в среднем по России заработная плата по найму 40 тысяч рублей. По России. Но это вы понимаете, да, что вот как у нас где-то в регионах люди за 15 тысяч в месяц ходят, а может быть в Москве и Питере там и 100 и 150 на той же специальности, да. Да, я вижу. И вот если посчитать, ну вот блин, представьте, допустим, муж с женой, да, там, а если молодая семья, родили ребенка или двое детей, и она еще уходит в декрет, от ее зарплаты остается часть зарплаты, называемая декретными, через полтора года вообще 50 рублей, представляете, в месяц, да. Ну, просто жить нереально, вот вы пишете, даже на 30-50 тысяч в месяц, согласитесь. Выживать, да, наверное, возможно, как-то же люди выживают. В общем, уже тогда мы не стали использовать связи, да, Галиного Папы, а решили сами продолжать развиваться дальше в бизнесе Арифлейн. И мы уже стали читать умные книги, конечно, посещать семинары, и стали слышать про пассивный или остаточный доход, да. Это вот если ты что-то хорошее, правильное сделал, то в будущем, даже если ты уже это не делаешь, оно приносит тебе деньги. Но давайте еще немножко посмотрим. По большому счету, у всех у нас есть время жизни, да, Олег о нем говорил, и заработок, ну, какие-то доходы. Если вы делаете, к примеру, топ-менеджера, да, то деньги у вас появляются, видите, какой смайлик, но, блин, как правильно со временем проблемы, да. И бывает даже люди работают с 8 до 5, до 6, в принципе, их устраивает, но нелюбимый день у них, угадайте какой? Ну и ладно, угадайте любимый день. Да, нелюбимый, конечно, понедельник, да. И как классно, когда мы с вами можем делать себе в понедельник выходной, да. И, конечно, да, любимый пятница, потому что в период... Вот я вам хочу сказать, у нас с женой каждый день любимый, потому что сами решаем, когда работать, когда отдыхать. Ну, хорошо. Давайте посмотрим на безработных. Со временем у него все отлично, но вот с деньгами проблемки. Большинство моих знакомых вот сейчас, да, в 2018 году, недовольны ни временем, которое они уделяют своему работе, да, или бизнесу, и недовольны заработком, который у них есть. Давай посмотрим теперь про Reflame. Если ты правильно развиваешь этот бизнес, у тебя будет время, чтобы жить, получать удовольствие, проводить его больше с любимыми, близкими людьми, может быть, путешествия, и у тебя будет постоянно растущий доход. Это интересно. Вот смотрите, мы 17 лет в сетевом бизнесе, 17 лет в Reflame. Мы проверили. Я другими словами скажу, знаете, то, что есть у нас сегодня, это ваше завтра. Вот к чему можно прийти, да. Ну, два слова об этом еще расскажу. Только-только начал читать книгу, написанную Киосаки и Трампом. И один из вопросов в книге, на которую они отвечают. Люди, которые преуспели, да, один долларовый миллионер, другой миллиардер. Киосаки пишет, что изначально не понял сетевой маркетинг, сетевой бизнес, да, но когда разобрался, он сейчас рекомендует людям, если вы хотите изменить жизнь к лучшему, то начните бизнес в сетевом маркетинге. Научат, помогут, подскажут, направят, да. И самое главное здесь, ну, по сути, вот мы же в безопасности, правда, не надо вкладывать деньги. И у вас есть столько время, сколько вам надо, чтобы здесь преуспеть. Еще один бизнесмен, который знает сегодня весь мир, наверное, больше уже как политика, но давайте с ним, как с бизнесменом поговорим, да. Почему Дональд Трамп рекомендует сетевой бизнес, также пишет, что мало знал об этом, но когда изучил, да, увидел здесь, по сути, франшизу. Когда вы работаете под крылом какого-то мощного, крупного бренда, но при этом развиваете свой бизнес, свое предпринимательство. Да, он честно пишет, что от вас потребуется предпринимательский дух, упорство, да, целеустремленность, но в результате, если работать по системе спонсоров, команды, действовать ежедневно, не сдаваться, то у вас тоже все получится. Главное, делать с энтузиазмом. Знаете этот анекдот, да, когда русский, француз и немец получили задание кошку горчицы накормить. И немец взял, так насильно засунул в рот горчицу и заставил кошку проглотить. Француз взял, так на круассанчик намазал и скормил кошке. А наш россиянин взял на попу кошке, намазал горчицу, ей сжет, она так кругами бегает, мяукает и вылизывает. Он говорит, вот так, с музыкой и энтузиазмом. Когда меня спросили, Сергей, как быстро стать бриллиантовым директором с музыкой, энтузиазмом. Позже вам про это Сергей Шахаев расскажет. Итак, что мы с вами имеем сегодня, да? Время и деньги. И чтобы и того, и того было побольше, добро пожаловать в Reflame, друзья. Еще кое-что интересное вам расскажу. Что для нас с Галиной дал Reflame? Знаете, когда-то очень уж хотелось вот так заходить в любой ресторан, и знаете, ну не прятать глаза, да, там, когда меню смотришь. Вы знаете, что такое читать меню справа налево, да? Это когда люди ценно смотрят, а потом, что это такое? Вот, чтобы брать меню в любом ресторане с мишленовскими звездами и без, и просто, вы знаете, вот заказывать все, что ты хочешь, и платить. И сейчас с Reflame есть эта возможность, ребят. Когда ты просто... Меня иногда спрашивают, слушай, а вы вот там отдыхали, сколько стоит? Ой, а вы вот туда сходили, сколько стоит? Зачастую мы не знаем, потому что мы так хотели жить. Когда пользуешься, ну получаешь какие-то услуги, удовольствие и просто платишь, не рассматривая ценники. Но к этому надо прийти. Представляете, да, что много встреч было проведено, много отказов услышали, но и много лидеров нашли. У нас была мечта, мы начали купить автомобиль. И в Reflame мы заработали. Первая машина была Ford Focus, новенькая из салона. Через два года мы ее продали и купили за 80 тысяч долларов. Новенький Volkswagen Touareg, тоже из автосалона. И это было что-то фантастическое вообще, да. Тот год, я помню, знаешь, как читал в книгах про сетевом бизнесе можно зарабатывать 50 тысяч долларов, 100. И вот я как-то не очень в это верил, но посчитали годовую декларацию, наш доход по тому курсу доллара был за год больше 100 тысяч долларов. Знаете, и я понял, блин, мы богаты с Reflame. Ну, понятно, это только начало. Есть люди в Reflame, которые зарабатывают намного больше. Я знаю людей, которые зарабатывают каждый месяц миллионы. Наши наставники уже давно, например, свой первый миллион долларов заработали в Reflame. И мне это нравится, да. Я понимаю, что у тебя большое будущее. Ты тоже сможешь, у тебя тоже получится. А потом одну Volvo подарил Reflame, вторую Volvo подарил. Раз уж так разоткровенничались, давай расскажу. Сегодня утром ехали с сыном, куда ты его вез, в школу. И вот едем на Volvo XC60, которая больше трех миллионов стоит, автобонус, да, бриллиант в команде, вы знаете. Я говорю, сынок, ты знаешь, а вот когда я только начинал Reflame, меня мало кто поддерживал. Но я ему рассказываю про бабушек и дедушек, что, ну, наши родители, да, они как-то не очень-то верили, даже говорили, не стоит этим заниматься. Про то, как какие-то мои друзья знакомые, кто-то говорил, ой, блин, ну, это же косметика, это больше для женщин. Ну, и так далее. Хотя, согласитесь, бизнес не делится по половому признаку. Но сегодня, глядя на результаты, да, вот к чему вы еще можете прийти? Поставьте плюсы. Кто хотел бы новую квартиру или дом? Может быть, себе, может быть, близких. Знаете, мы такое удовольствие получаем, когда что-то приятное делаешь другим людям, да, какие-то подарки. Сейчас мелочь, например, да, вот мы когда-то помогли моей маме купить квартиру в центре города, а сейчас решили сделать ремонт на балконе, это недорого. Это всего 64, по-моему, тысячи рублей. Да, ну, вот поменять балкон. Но, с другой стороны, я понимаю, если человек живет на зарплате в 30 тысяч, он, скорее всего, будет ходить к своим родителям еще у них просить деньги, да, нежели помогать. Поэтому надо, да, не в кредит, однозначно, надо реально что-то менять, блин. Если ты завтра хочешь иметь то, чего не имеешь сегодня, начни делать то, чего ты не делал. Может быть, в начале тяжело. Путь длиной в тысячу километров начинается с первого шага, обычно он самый трудный. В Арифлейм очень хорошо себя чувствуют мужчины, и это как-то с самого начала, да, даже основали Арифлейм мужики, руководят мужики. Еще хотел с вами поговорить об интересной вещи, да. Ну, наверное, у многих из вас есть дети. Давайте, у кого есть дети, единицы ставьте. Вот у нас с Галиной трое детей. И вы понимаете, это довольно серьезный расходник, дополнительное занятие, английский, туда-сюда, там. Каждый месяц выезжаем на море, в горы, но мы так хотели, мы мечтали, мы ради этого в Арифлейм пашем, понимаете. Так вот момент какой про детей. Так приятно, когда вы заходите и покупаете детям любую одежду, любые игрушки, которые вы хотите. Это не значит баловать их, еще что-то. Но просто вам хочется, и вы покупаете. А раньше, знаете, да, как, блин, в кошелек смотришь, там, допустим, три тысячи, смотришь, что тут можно за три тысячи, там, какую обувь купить. Вот. Я хочу, чтобы вы все, но если пришли в это состояние, отлично, теперь помогайте другим. Если не пришли, то давай сейчас отработаем, да, вот, ноябрь, декабрь, и сделаем так, ну, чтобы это состояние наступило поскорее. Вот Асель пишет, у нее вообще четверо детей. Тамила Полежаева сказала классную фразу, когда у вас есть дети, какая вам еще нужна мотивация, иди и действуй, блин. Знаете, можно долго говорить, но я прекрасно помню то состояние, когда мы с Галиной, ну, это был какой-то момент, да, вот полета в Москву, не помню, на семинар какой-то, а может быть, на съемке голоса, да, мы как-то выиграли от компании. В общем, знаете, сижу в бизнес-классе, да, в аэрофлоте, блин, в самолете, и в бизнес-классе, кроме меня, никого, а сзади полный эконом-класс. Я сижу и думаю, бляха-муха, полный эконом-класс людей, которых наверняка когда-то уже звали в Арифлейм, но они пока сказали нет. Ну, это и классно, да, это наши перспективы, правда? Вот смотри, в России более 145 миллионов россиян не в Арифлейм, давай звать, перспективы. В мире 7 миллионов людей живет, вот из них, ну, короче, почти 7 миллиардов не в Арифлейм, давай звать. Вы понимаете, все только начинается. Я уже подошел к концу выступления, быстренько сейчас пройдем по слайдам. Пожалуй, самое большое достижение, которое есть у нас в бизнесе, это ужин в Нобелевском зале с величеством королевы Швеции Сильвии, которая лично приехала поздравить Арифлейм с юбилеем. Блин, вы хоть одну сетевую компанию знаете, где президент или королева приезжали бы поздравить с юбилеем? Вот это дорогого стоит, потому что визит королевы нельзя купить, понимаете? Мы можем купить Дженнифер Лопес, я не знаю, там, Плющенко, Тимати, да, но вот купить королеву нельзя. Это вы сможете только с Арифлейм. Ребят, работайте, не бойтесь переработать в Арифлейм. Через время все окупится. В первый каталог мы позвали 5 человек. Вы знаете, из них у двоих развились организации. Эти, по-моему, бросили. А может, берут что-то для себя, не знаю. Прошли годы. Вот тогда в первый каталог я заработал чуть больше тысяч рублей. Ну, блин, хвастаться нечем было. Но, оглядываясь назад, вот эти двое развили бизнес. Я заработал миллионы. Смотри, какой бизнес классный. За работу, которую проделал в первый каталог, на самом деле не тысячу получили, а миллионы потом. Не сдавайте, здесь единственный проигравший, тот, кто бросил начатое. Когда мы считаем путешествие, я не знаю, но больше 30 стран. Последнее, что у нас было? Получается, Япония, следом Мадрид. Да, ребята еще из команды успели в Хорватии, в Болгарии на конференциях менеджеров. Сейчас в январе уже Австралия, Сидней. Что еще будет? В мае Турция, Анталия. Летом, что у нас? Куда мы летом летим? Напомните. А, Пальма-де-Майорк, Виктор, спасибо. Вот, друзья, зачем нужно. Видите, в Испанию летим. И следующий год, январь, Лос-Анджелес, да, уже. Ну, классно же, да, есть за что поработать. Это все оплачивает Арифлейм от одной до четырех путевок. И мне, честно, немножко даже как-то обидно, вот почему у Кукушева четыре путевки, а у меня только две оплаченные. Ответ на поверхности, да, Виктор больше поработал последние годы, вот и получил четыре путевки. Все, надо просто учиться. Хочешь две путевки, давай, как мы, да, хочешь четыре, давай, как Виктор. Они родители везут в путешествие, вообще молодцы. Знаете, сейчас очень тяжело работать, потому что мы с женой, я имею в виду, мы переехали в новый дом, тут 245 квадратов, почти 10 соток земли, газонная травка, ну, вообще вот сказка. Знаешь, когда ты просыпаешься в доме мечты, где у каждого своя спальня, где огромный кабинет, кухня больше 40 квадратов, да мы с мамой в такой квартире жили. Знаете, я такое удовольствие получаю. Когда-то моя знакомая заработала в Эрифлейм и купила за наличные, за 100 тысяч евро квартиру в Сочи, на первой береговой море. Я думал, блин, какая молодец, и я так хочу, и у меня так будет. Но сейчас мы купили дом еще дороже, да, и ты так сможешь. Просто делай, 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 снова и снова, даже когда не получается. Даже если присел, это ведь для чего? Чтобы подпрыгнуть выше. Все! Ребят, начинали с нуля, с голым задом. Только найди сейчас себе цель. Где ты свои мечты осуществишь, проблемы решишь? В директорской команде? Может быть, в бриллиантовой? Вот я думаю, что жизнь все-таки начинается в бриллиантовой команде. Может быть, пойдешь дальше в исполнительную? Спасибо, Марина, что я селяю оптимизм это радует. А может быть, тебе и президентской мало? Ты знаешь, в Арифлэйм предел только небо, так нас учили Полежаева, и даже небо не предел. Подумай над этим. Помню, как на первые презентации мало кто приходил, и у нас не очень-то получалось, да, а потом вышли в Олимпийском огромный зал, тысячи человек, и ты знаешь, это такой момент, 25 тысяч человек в зале, когда ты понимаешь, что бизнес работает, система работает. Просто действуйте, друзья. Всем успехов, роста и новых званий. Друзья, всем привет. Давайте проверим с вами связь, как меня видно, как слышно. И я продолжу. Сергей, спасибо большое за выступление. Вот этот парень, вот этот парень и еще один, который будет выступать в конце сегодня, в начале моей карьеры с моей супругой мы начинали этот бизнес, дал мне хорошего такого пенделя. Я немного постарше Сереги, но когда я смотрел его презентации, его выступления, честно сказать, завидовал. Молодой, красивый, выступает в зале. Все девчонки там от него, я не знаю, вздыхают, за сердце хватается. Красавчик, мужчина, мечта мужчины, и такой успешный. В таком возрасте такой успешный. Меня вот зацепили вот эти его слова по поводу Туарега, когда он купил за наличку за 80 тысяч рублей и так далее, да? Ой, долларов. Думаю, елки-палки, в таком возрасте, это в 25 лет или сколько там было, себе, поправить меня и покупать за наличный расчет такие крутые автомобили. Я не могу понять, меня видно, слышно или нет? Ребята, видно, слышно? Все, хорошо. Представлюсь, меня зовут Сергей Шахаев, мы с супругой пришли в этот бизнес в 2015 году, зарегистрировались 1 июня 2015 года. На данный момент мне 40 лет, в 37 я начал развитие в этом направлении. Долго затягивать не буду, рассказывать, как здесь прекрасно, как здесь хорошо, тоже не буду. Вкратце расскажу, кем я был, как я попал сюда и почему у нас получается, и какие планы на будущее. Ну и немножко, конечно же, коснусь основного нашего мероприятия, это запуск МВФ 2019, который будет 9 февраля в городе Москва. Вот, ради этого мы, в принципе, собрались сегодня. Кем был? Был обычным человеком, как все нормальные люди. Отслужил в свое время в армии, проработал после армии год в охране, далее 7 лет в ГИБДД, после ГАИ решил, из ГАИ решил уйти, на вольные хлеба, но пока себя искал, с полгода где-то работал аварийным комиссаром. Почему ушел из ГАИ? Потому что на тот момент зарплата была действительно низкая, это сейчас ребята зарабатывают более-менее неплохие такие деньги, да? Но и то, я езжу каждый день по городу, я вижу своих знакомых, парней, которые стоят на улице в любое время дня и ночи, в любую погоду, и за эти деньги, я бы, честно сказать, уже сейчас не работал. Еще забыл сказать, первое мое знакомство с компанией Reflame, это было как раз по приходу из армии, в мае 2000, ой, в 2000, говорю, в мае 98 года, первая моя регистрация была в компании, прям, я не знаю, так очень сильно зажегся этой идеей, да, начать работать, развиваться, потому что в городе Жевский, как мне сказали, еще этим не занимается никто, мы ездили, поехали в Казань, зарегистрировались, получили наборы консультантов, приехали, это 400 километров туда и обратно, обратно, также 400, да, съездили 800 километров, целый день потратили, и проработали в компании всего 4 часа, всего 4 часа. Я твердо для себя решил, что это нифига не мужской бизнес, что Reflame никому не нужен уже в 98 году, да, хотя он с 96 года в России, вот, и ушел работать на серьезную мужскую работу в охрану, ГАИ, комиссар, после, в 2017 году я открыл свое дело, начал работать на себя, чем занимался, торговля, торговля, обычно торговля, челнок, вот, до 2014 года, в принципе, все было неплохо, до конца 2014 года, я еще параллельно развивался, развивался в риэлторской сфере, все было хорошо, но декабрь, кризис, все, бизнес встал, в риэлторской деятельности, квартиры перестали покупать, потому что банки перестали давать ипотеки, у всех пропал звук, нет, все хорошо, надеюсь, все, пришлось бизнес закрыть, потому что очень много денег было вложено, они просто висели мертвым грузом, а выхода никакого не было, поэтому мы так с супругой посчитали, что я буду работать в другой деятельности, другой какой-то деятельности заниматься, да, либо пойду куда-то в наемную работу работать, я больше прибыли останусь, чем нежели тянуть вот эту обузу на себе, принимаю решение закрываться, и пока искал себя, ушел, естественно, работать туда, где деньги здесь и сейчас, каждый день, можно сказать, это такси, ребята из города Ижевска, я думаю, поймут меня, знают, что такое город Ижевск, да, что такое такси в Ижевске, это город такси, одни сплошные таксисты, вот, работы мало, потому что население небольшое, 650 по-моему тысяч человек у нас всего лишь, проработал я полгода, и за эти полгода, я чуть не потерял свою семью, чуть не потерял свою семью, и поэтому с высказыванием, с милым рай в шалаше, вот я нифига не согласен, друзья, вот нифига не согласен, не будет никогда счастья в семейной жизни, когда денег остро не хватает, до апреля месяца мы еще жили более-менее, неплохо, у меня супруга работала, вот, потом в апреле принимает она решение уйти с работы, не знаю, что там, как там устала, видимо, либо переоценила себя, ну, ушла, и мы остались жить на минус 65 тысяч рублей каждый месяц, потому что в свое время набрали очень много кредитов, долгов, такси, кто работает, тот знает, что больше 20-30 тысяч никогда не заработаешь, и вот представьте, я зарабатываю 25 тысяч рублей, отдавать нужно 65 тысяч рублей, какой рай в шалаше, спрашивается, постоянные крики, скандалы, интриги, расследования, три раза ходили в суд, хотели уже, вот уже, прям за дверь хватались, писать заявление, расторжение брака, но слава богу, до этого не дошло, я взялся за голову, подал объявление, очень, почему дальше не стал продолжать традиционный бизнес, друзья, потому что я и сказал, кредитов было очень много, а когда кредитов очень много, и нечем платить, ты попадаешь в черные списки банки, и поэтому, когда я обратился за первой помощью, да, выдать мне очередной кредит, мне сказали, друг, у тебя и так 15 кредитов висит, нет, и так мне отказал каждый банк, а чтобы открыть какое-то свое дело, нужно, естественно, с чего-то начинать, все, идей было очень много, денег не было, и возможностей не было, и слава богу, что мне никто ничего не дал, потому что я уверен, на 100%, что я бы прогорел, потому что сейчас, в данный момент, в России есть все, абсолютно все, что бы ты там ни придумал, себе в голове интересного, нового, этим будут заниматься через полгода все, если удачно пойдет бизнес, все, подал объявление, думает бог с ним, пойду опять работать в наем, ну хотя бы тысяч за 60, никто мне ничего естественно не предложил, в жестких таких зарплат, по объявлению нет, ну честно, нет, единственное, что мне предложили, это опять компания Reflame себя попробует, был какой-то спам письмо, с каким-то предложением, которое я естественно удалил, я же нормальный человек, нафига мне это сетевой бизнес, сетевой бизнес для меня, ребят, честно, признаюсь, это было сравнимо с чем-то, я не знаю, таким, еще хуже такси, потому что, когда я занимался своей деятельностью, у меня друг ушел, не друг, а знакомый ушел в сетевой бизнес, я видел этого сетевика, с сумками, с книжками, ежедневно в городе, он толкал, толкал эти книжки, которые продаются в магазине, в принципе, да, он их в два раза дороже, дороже пытался продать, вот это для меня был сетевик, или вот эти пылесосники, да, ходят в квартиры-пылесосе, за 120 тысяч, потом пытаются тебе продать этот пылесос, вот это для меня был тоже сетевик, ну, слава богу, что я все-таки включил мозги, и решил изучить, что такое на самом деле сетевой бизнес, и не пожалел, все, в 2015 году в мае мне приходит предложение, в конце мая, я, естественно, его удаляю, вечером пришел с работы, в такси, уставший, думаю, да, еще раз почитаю, открываю письмо, достал его из корзины, открываю письмо, ну, читаю, арифлейн, да, какой-то другой, с нулевыми вложениями, вот, цифра 0 меня зацепила, и потом вот эти два парня, второго здесь не видно, на слайде, это Антон Долженко и Артем Дефнидер, спасибо вам, ребята, за ваш охеренный ролик, за вашу мощную мотивацию, таким обалдуем, 37-летним, на тот момент, да, я был, как я, чем меня зацепили эти парни, вот, своей простотой подачи, то, что ролик такой, как бы, на сотик снятый, да, зима, в пухоличках, в этих шапочках, вот, такие габариты, да, Артем чуть-чуть пониже, ну, габаритов практически таких же, один спортсмен, другой стоматолог в прошлом, в Арифлейм, вот, это был для меня, вот, просто какой-то удар сверху, сковородка по голове, думаю, вот, точно, что-то в Арифлейм произошло, что-то, что-то там поменялось, ну, не могут вот эти два парня, бегать с помадами, продавать вот эти туши, пять в одном, да, или еще что-нибудь, и получать за это, вот, эти автомобили, ролик огонь просто, ролик огонь, спасибо еще раз большое, ребят, два автомобиля, один за три миллиона, другой за два с половиной миллиона, я семь лет работал на себя, я просрал все, что можно, остался у разбитого корыла, корыта, как в сказке, да, старик и рыбка, единственное, что у меня на четырех колесах было, это разбитая старая, иннексия, на которой я работал, на которой я работал в такси, и знаете, что самое позорное, меня из такси уже выгоняли, потому что машина уже не проходила осмотр, вот настолько она была старая, и никому не нужная, что даже из такси уже хотели выгонять, все, не верил в это все, изучил, понравилось, зацепило, деньги, думаю, что-то, еще когда Артем сказал, что здесь, кто-то приходит, естественно, тоже помадами, а кто-то приходит, говорит, как мы, начинает изначально делать правильные действия, и спустя пять лет, вот такой результат, автомобиль в подарок, меня зацепили тачки, я так мечтал о хорошем автомобиле, и вот спустя полтора года, с момента начала работы, мы получили то, на что лично пришел я, я пришел в бизнес за деньгами, я пришел в бизнес за подарком в виде автомобиля, хороший подарок за два миллиона двести восемьдесят тысяч рублей, да, очень хороший, шикарный аппарат, уже восемьдесят тысяч на нем наездили, ничего ему нет, это Вольво, это Швеция, это качество, как начали работать, пришли на личный бренд, потому что письмо было, я не помню, откуда-то, откуда там с севера, далекого, непонятный какой-то сетевой бизнес, какой-то Арифлейн, да, нашли в своем городе, ребята, которые в этом бизнесе развивались, познакомились, ВКонтакте нашлись, познакомились, встретились, и когда мой наставник Роберт рассказал мне, сколько здесь можно зарабатывать, мы с супругой вместе сходили, мы не спали, мы ночь не спали, мы за одну ночь распрощались, здесь вот, распрощались со всеми нашими кредитами, со всеми нашими проблемами, со всеми ссорами, потому что мы увидели, мы увидели здесь возможности, и мы примерно представили, когда мы к этим возможностям придем, ой, реализуем, что было, я рассказал, было очень все плохо, я не скажу, что мы жили плохо всегда, нет, но вот последние полгода, до прихода в Арифлейн, были просто ужасные, никому не советую, никому не пожелаю, что сейчас, благодаря компании, мы, естественно, начали путешествовать, до этого момента, один раз я был в Турции, по-моему, в каком-то, два с половиной, двух с половиной звездочного отеля, за копейки, съездили в романтическое путешествие, после свадьбы, в 2015 году, и все остальное, на машине, точно, Сочи, Туапсе, Лазаревская, и так далее, вот это весь наш был отдых, и то нам казалось, как классно, целую неделю, мы отдыхаем, на море, мы крутые, перцы, но когда мы ехали обратно, мы понимали, что мы едем безденежье, потому что, кто работает на себя, тот знает, что если ты оставил на недельку, на две свой бизнес, все, едешь, и придется заново наверстывать, вот эти две недели, которые ты там потерял, объездили уже более 14 стран, от компании, Рефлэм, бесплатно, 14 стран, ребят, это вообще круто, за три с половиной года, вот буквально через две недели, будет ровно три с половиной года, как мы в этом бизнесе, это круто, да получается, посчитайте сколько, четыре страны в год, и это все конференции, ребят, это не Сочи, это, я не знаю, не Саратов какой-нибудь, или там, Ижес, там, или Новосибирск, это США, Греция, Италия, Турция, Ирландия, Болгария, Япония, Япония, это моя мечта была детства, я так мечтал побывать в этой стране, оказаться в этом электронном городе, да, где вот эти роботы, вот эти технологии всякие, ну, я фанат этого дела, прям обожаю, и я там побывал, понимаете, я там побывал в городе, только мы жили неделю, это круто, и когда ты представляешь масштабы вот этого мероприятия, когда нас едет туда тысячу с лишним человек, бриллиантовый директоров и выше, ты видишь, что люди со всех стран, с 67 стран мира приехали, ты представляешь, в пример, сколько это все по затратам, да, компании, ты охреневаешь, какая у нас компания реально крутая, мощная, особенно если вспомнить лайнеры, на котором мы плавали, это 6 тысяч человек, два огромных лайнера, посредиземном море, недели, куролесили, три страны, пять морей, 6 тысяч человек, представьте, какие деньги, все, консультанты, вот эти 6 тысяч человек, оплатить перелеты, в Рим, обратно, и еще вот этот круиз, это балдеет, это только компания, рефлэм, доступно, посмотрите, загуглите, за ютубьте, ни одна компания мира не может позволить себе такого, это главное, ну и шведы, шведы, буквально месяц назад мы были в Стокгольме, я действительно уже в очередь, убедился, кто такие шведы, это такая нация, действительно у которой в голове никогда не возникнет идеи, тебя в чем-то, это очень важно, друзья, если вы решили развивать свой бизнес, сетевой компанией, сетевой индустрией, что-то у меня тут очень много слайдов про нашу жизнь, нынешнюю, но пускай будет лучше много хороших, чем не очень много плохих, мои доходы, наши доходы, потому что мы работаем с супругой вместе, у нас семейный бизнес, мы на одном номере, хотя начинали на двух номерах, первый пришел в бизнес я, и буквально через полчаса, после принятия решения, я нашел своего ключевого партнера, в виде супруги, наши доходы, почему я сейчас вот это все показываю, это к тому, ребят, для людей, которые сейчас смотрят, например, поставьте, пожалуйста, плюсики, если есть те, кто еще не в бизнесе с компанией, для того, чтобы понимать, сколько здесь можно заработать, зарабатывать, и сколько времени нужно потерпеть, буквально, сколько времени потерпеть, чтобы выйти на такие доходы, да, это бизнес, в бизнесе не бывает денег много, и сразу, здесь все потихонечку, по чуть-чуть, вы смотрите, первые полгода, вот это годовая, 31 декабря, 15 год, мы зарегистрировались в июне 15, прошло полгода, 142 тысячи рублей, мы заработали, за эти полгода, вроде небольшая сумма, да, если разделить на 6 месяцев, ну вот, если бы мы, в свое время решили, что 142 тысячи за полгода работы, это мало, это не серьезно, то мы бы не получили на следующий год, вот такие результаты, это годовый акт за 16 год, 3 миллиона 178 тысяч, вот она наша проделанная работа, вот она упорство, и желание, вот как-то выкарабкаться в этой жизни, да, наверх, 3 миллиона 178 тысяч, годовой акт за 17 год, 4 миллиона 626 тысяч рублей, в общей сложности, ребят, за два с половиной года работы, 130 тысяч долларов, это больше 8 миллионов рублей, где, в каком бизнесе, можно заработать 8 миллионов рублей, за два с половиной года работы, и при этом, ни копейки, ни вложив, вложив только свои мозги, и нервы, и желание, блин, в этой жизни, как-то реализоваться, круто, круто, а если разделить эти 8 миллионов на 30 месяцев, да, посчитайте, первые месяцы вашей работы, где у вас доход был небольшой, там, тысяча, две, полторы, да, сколько он, во что вы вложили, в среднем, где-то около 400 тысяч рублей, получается, не зря мы работаем, вот, ребята, которые приходят в бизнес, ребята, которые начинают сейчас, им кажется, что все тяжело здесь, все так сложно, ничего не получается, вроде делают бестолковую работу, вот Сергей Гоглович буквально только что выступал, да, в свое время зарегистрировал первый каталог людей, которые не работают в этом бизнесе, но эти люди привели своих партнеров, и благодаря этим партнерам, и тому, что он зарегистрировал тех в свое время, он сейчас миллионер, понимаете, он сейчас миллионер, по поводу мужской бизнес, не мужской, я очень много в свое время пересмотрел, вебинаров на ютубе, роликов различных, да, мужчин, Ори Флейн, мужчин Ори Флейн, и вот, опять же, Артем, по-моему, великий мотиватор, мой, в свое время был, и сейчас тоже является им, конечно же, вон, есть ролик такой, посмотрите на ютубе, где он говорит, бизнеса нет пола, не бывает мужской бизнес, женский бизнес, наверное, лучше, по понятиям, например, основного, большинства людей, которые нас окружают, заниматься женским бизнесом, и быть красивым мужчиной, чистеньким, аккуратным, наглаженным, и зарабатывать хорошие деньги, 200, 300, 500 тысяч в месяц, чем заниматься конкретно мужским делом, бизнесом, навоз ездить, качать там, из частных домов, я никого не хочу сейчас обидеть, приходить домой вонючее, и зарабатывать гораздо меньше, все, да, если бы не Артем, меня бы здесь не было, мой бизнес-хак, ничего никогда не усложняем, все гораздо проще, чем нам кажется, друзья, вот реально вам говорю, ничего здесь сложного нет, наш бизнес состоит, из приглашения людей, на возможности, рассказать им об этих возможностях, и помочь им рассказать, об этих возможностях своим знакомым, друзьям, все, вот это весь бизнес, главное не усложнять на начальном этапе, все здесь легко и просто, терпение и труд, 90 дней, никаких себе выводов не даем делать, по поводу этого бизнеса, и соответственно, все у вас получится, у вас есть наставники, у кого еще они будут, для этого мы и будем проводить, и проводим этот вебинар, мечты, умейте глобально мечтать, раньше у нас мечта была, 120 тысяч рублей в месяц, зарабатывать в начале, понимаете, и какой-нибудь домик, мы живем за городом, мы живем в своем доме, но после Гоглоева я хочу вот такой дом, я хочу вот такой дом, и вот такой дом я хочу где-нибудь на острове, на своем собственном острове, почему здесь можно мечтать глобально, потому что этот бизнес, и этот маркетинг план нашей компании, он позволяет примерно рассчитать выход на ту или иную мечту, или приходит к той или иной мечтке, с разницей год, два, три, к примеру, уже можно рассчитать, когда у тебя это будет, просто компания Reflame, реально мечты осуществляются, ни с каким, ни с Газпромом, ни с какой, ни с большой нефтью, а именно с компанией Reflame. Дальше, что у меня по слайду, сейчас я уже заканчиваю, у меня почему-то слайды медленно открывать, я у вас не зависаю, ребят, как я и сказал, этот бизнес строится на приглашении людей, на возможности, на возможности организации собственного бизнеса, на получение новых званий, на путешествия, на новый образ жизни, на новых друзей, окружающих и так далее, это круто, и естественно же на здоровье, благодаря нашему продукту, замечательному Wellness, я чувствую себя реально 40 лет очень хорошо, я бы очень хотел посмотреть, вот картинку, если бы я не пробовал, не пил в Wellness, и вот употребляю 3 года, я каждый день пью витамины, коктейли и так далее, вот как бы я изменился, была бы разница, потому что я встречаюсь со своими одногодками, вот я только что рассказывал, по городу езжу, ребята останавливают меня, выйду, поговорю, туда-сюда, я вижу, насколько они меня старше, внешне, даже люди, которые не работают в ГАИ, а занимаются какой-то другой деятельностью, я вижу, насколько они старше меня выглядят, хреново, 40 лет выглядеть как 55, к примеру, да, что с ним будет, когда он выйдет на пенсию, в 65, красавчик, спасибо, Мариночка, до Гаглоева, конечно, далеко, ха-ха-ха-ха-ха, но он и моложе на 5 лет, МБФ 2018, как это было, и что это нам дало, почему нужно быть обязательно 9 февраля, на этом крутом мероприятии, во-первых, я не буду сейчас все рассказывать, потому что у нас в конце будет завершающий стикер от Эдуард Васильев, он все подробно всех расскажет, я просто хочу сказать, ребята, когда я вышел на сцену, в том году, в феврале месяце, в Чебоксарах, блин, у меня-то как гордость была за этот бизнес, это не моя команда, здесь есть ребята на этой фотографии, из моей структуры, это всероссийское мероприятие, но когда я увидел вот этот зал, голодных, до знаний, до бизнеса, до денег, до новых классных возможностей в этой жизни, мужиков, именно мужиков, все в костюмах, все такие красивые, блин, прям, я не знаю, у меня аж чуть сердце не вылетело, это так классно, что дал нам МБФ, у нас, наконец-то, запустилось всероссийское мужское движение, это круто, у нас есть чат, в котором вы можете общаться целый день, каждый день, с топовыми лидерами страны, это вот смотрите, как на заводе, работяга, который на электрокаре работает, имеет доступ на посиделке к совету директоров своего завода, к примеру, такого быть не может, или в банке ты, обычный там кредитный инспектор, а ходишь на все тусовки, на все вот эти общения, да, какое-то неформальное, там, с замдиректорами банков, такого не бывает, а здесь, такие топовые лидеры, любой вопрос можно задать, любой ответ можно получить, я сам балдею от этого чата, потому что столько молодых ребят, новых ребят, приходят, делятся своими фишками роста, своими фишками рекрутирую, я столько для себя беру постоянно, перекидываю это все чаты, это круто, это круто находиться в одном месте 24 часа в сутки, с профессионалами сетевого бизнеса, поэтому, обязательно 9 февраля нужно быть на мероприятии, Эдуард расскажет уже более, там все подробно, потому что мне сказали, не надо об этом говорить, но ребята, надо быть, это ваш рост, это ваш 100% успех в этом бизнесе, поэтому, до встречи 9 февраля в Москве, все, всем спасибо, всем пока, Сейчас, Так, ну, что меня тут слышно, видно? О, видно, слышно. Слышно меня, видно? Скажите, плюсики поставьте, пожалуйста. Отлично, слышно, видно. Давайте тогда начинать. Я представлюсь, меня зовут Виктор Кукушов, исполнительный директор, участник движения МБФ, мужской бизнес-форум. И сегодня у нас мужской семинар. Я благодарю тех людей, кто пришли на этот вебинар в первую очередь. Я вижу, насколько переполнена комната. Это комната вообще на тысячи человек, а у нас почему-то в ней больше 1100 человек. Плюс еще у нас есть прямые эфиры у лидеров. Напишите, кто ведет прямой эфир, сколько у вас людей в прямом эфире. У меня вот доходило до 340, что ли, людей в эфире. В общем, представьте, сколько еще людей смотрит сегодняшний вебинар. Итак, давайте по истории. Сначала в бизнес присоединилась Ольга, пришла в бизнес. Я присоединился намного позже. Когда я с ней познакомился, она уже была на уровне 15%. И вот наша история роста. Конечно, смотреть на даты приятно, когда есть звания, новые даты. Но самое главное, мы всегда обращаем свое внимание. И внимание тех, кто слушает сейчас вебинар и когда мы выступаем, это внимание на пункт. Это момент с 2010 года по 2015 год. Видно, что регистрация наша в компании была в 2003 году. А только в 2010 году мы закрыли звание «Золотой директор». И после 2010 года по 2015 не было никаких званий. Это был, наверное, знаете, один из самых тяжелых моментов в нашей жизни. Потому что за это время мы много обучались, много развивались, саморазвивались. Посещали огромное количество семинаров, тренингов. Мы ставили систему, которая сейчас дает плоды и результаты. Вот. Кем же мы были до Арифлейм? До Арифлейм Ольга училась в институте. Она оканчивала эконом. Я работал на железной дороге. До железной дороги я учился. Пошел по стопам родителей. Устроился в институт. Вернее, не устроился, а поступил. И уже после института работал по специальности. Для себя я видел только эту сферу. И развиваться я собирался только на железной дороге. Когда узнал, что Ольга Варрифлейм... А мы с ней сейчас развиваем одно общее дело. Когда узнал, я ей не мешал. Не мешал. Ну и в то же время я особо не помогал ей. Для меня важно было развитие в другой отрасли. Вот. И поэтому ей пришлось пройти через то время, когда жена показывает мужу, что есть результат. Что есть возможность что-то сделать здесь. И поменять свое качество жизни. И быть уверен уже в своем будущем. Потому что через 7 лет, работая на железной дороге, я понял, что у меня есть мечты. Есть мечты ужины. У нас есть общие какие-то цели. И я все больше понимал, что работая в той сфере, в которой я на тот момент работал, я не смог бы осуществить свои мечты и достигнуть цели. Я начал себя пробовать в других сферах деятельности. Работал, так сказать, на других работах. Что-то искал. И потом, после нескольких уроков, так сказать, после нескольких опытов жизненных, я понял, что в Эрифлейме вся эта возможность есть. Потому что перед свадьбой, за 2 недели до свадьбы, мы сняли первые деньги с компании. Это 30 тысяч рублей. Может быть, даже побольше. Не помню точно. Но на эти деньги мы отделись полностью на свадьбу. Какую-то часть средств даже внесли в свадебные расходы какие-то там небольшие. Дело в том, что я увидел первые деньги. Вот здесь, на этом слайде, фотография слева, где мы с Ольгой стоим. Это мой первый такой выход в свет, может быть. Ну, то есть, моя первая поездка на большое мероприятие от компании. Тогда Оля закрыла звание директора, и я поехал на банкет директоров. Там я увидел успешных мужчин в этом бизнесе. Я считал, что в Арифлейм мужчины ненормальные какие-то. Потому что я не был знаком с мужчинами высокого звания. И на тот момент особо не было интернета. Так что можно было зайти в YouTube, в Instagram и посмотреть, кто такие есть лидеры Арифлейм. Поэтому приходилось ездить на мероприятия, чтобы обучаться. Приходилось встречаться с людьми, чтобы получать новые знания на тот момент. И только в Москве, только на этом мощном мероприятии я увидел успешных мужчин в Арифлейм. Они рассказывали, кто они были до Арифлейм. Они рассказывали, какие у них результаты сейчас и какие цели у них стоят на будущее. Меня это вдохновило настолько, что я в 2010 году сказал, что я ухожу с железной дороги. И на тот момент я уже был директором в компании Арифлейм. Потому что после банкета, после этого банкета, я прямо на банкете начал назначать свои первые встречи. Звонить знакомым, друзьям и назначать встречи. Конечно же, по приезду были встречи проведены. И мне все покрутили у виска, сказали, ты чего? Ты же работаешь на железке. У тебя такое звание на железной дороге. А что звание? Что мне давало это звание? Особо ничего. Да, огромное спасибо РЖД за навыки, которые я оттуда получил. Огромное спасибо за то, что железная дорога дала мне дисциплину. Ведь железная дорога – это железная дисциплина. Так всегда говорят. Вот. Вот вторая и третья фотографии – это наши первые результаты. Наша первая квартира, в которую мы переехали, не имея на тот момент в той квартире ни мебели, ни дверей, ни потолков. То есть, ничего не было. Мы купили квартиру в новостройке по программе для молодых специалистов на железной дороге, но мне не давали ее в ипотеку. Потому что мои доходы… Я по доходам не проходил на эту квартиру. Мне говорили, тебе только однокомнатную можно получить. Спасибо доходам, которые показывала Ольга. На тот момент она была директором как раз. Она принесла свою справку о доходах в банк. Она проводила презентацию в банке службы безопасности. Потому что службы безопасности не понимали, как можно брать для себя на 4 тысячи рублей, а зарабатывать 40 тысяч рублей. Они не понимали этого. Поэтому Оля рассказывала конкретно в банке презентацию службы безопасности для того, чтобы они понимали, откуда деньги берутся в Арифлейм. И понимаете, с учетом ее доходов нам все-таки одобрена была ипотека. Первый взнос мы тогда внесли, я помню, 50 тысяч рублей. Переехали в двушку, в которой были только обои и полы постелены. И вот газовая плита, которую давали вместе с квартирой. Это, так сказать, наша точка отсчета. Наш первый сын, как раз вот ему на тот момент было 2,5 года. Это уже как раз и было 2,5 года, как я не работал на железной дороге. Наш такой вот первый результат. Брали мы чуть раньше. Ну вот, переехали только, когда дом построился. Вот. Далее. Далее. Мы, когда начали двигаться вместе, ведь до того момента я что-то другое делал, что-то другое, но мы сконцентрировали свое внимание на одном. На одном бизнесе и на одном деле. Начали его делать вместе. Как вы знаете, когда работаешь вместе, то уже не 24 часа в сутках, а 48 часов. Поэтому, когда общая цель, когда делаешь это с семьей, когда общая цель вместе с твоим партнером, самым главным партнером по жизни, это твой супруг. У нас начало получаться. В 2015 году мы уже восстановили звание золотого директора. В 2016-17 году, вот здесь вот в 2017 году на банкете директоров мы уже получали чеки за два новых звания. Это бриллиантовый директор и старший бриллиантовый директор. Что за это время произошло? За это время мы менялись. Ведь человек всегда находится в трех стадиях. Первая стадия – это когда он все время развивается. Вторая стадия – когда он стоит на месте. И третья стадия – когда он деградирует. Но вот эти вот вторая и третья стадии стоят на месте и деградируют. Они очень близко по своему… Ну, они очень близки друг с другом, потому что в наше время, в наше современное время, если не развиваться, то обязательно будешь только двигаться назад. Время, когда тенденции рынка меняются каждый месяц. Те методы, которыми мы работали тогда, они сейчас не работают. Те методы, которыми мы работаем сейчас, они уже вряд ли будут давать свои результаты через несколько лет. И есть только основное, что нам будет всегда давать результат. Это всегда держать нос по ветру. То есть, искать новые методы рекрутирования, сопровождения, мотивации. И все время развиваться, посещать новые семинары, слушать спикеров, слушать растущих лидеров, что они сейчас делают. Сейчас топовая команда лидеров, которые присутствуют здесь на вебинаре, я точно знаю, они всегда готовы поддержать, всегда отвечают на вопросы по бизнесу. Ведь сейчас наше дело какое. Мы качаем не там свою команду. То есть, в определенный момент, когда мы развиваемся, для нас ценности становятся уже не деньги. Для нас ценностью становится уже результат тех людей, которые верят другим людям и приходят в эту компанию. Поэтому мы вместе качаем Арифлейм. Мы вместе качаем общее дело вместе с теми партнерами, с которыми мы сейчас проводим вебинар. С теми, кто даже сегодня не на вебинаре. Ведь очень много лидеров подключено в это движение. В мужское в том числе. Очень много лидеров постоянно отвечают в чате МБФ, про который сейчас говорил Сергей Шахаев. Чат МБФ вообще сейчас один из самых мощных инструментов для любого мужчины, кто начинает развиваться в Арифлейм. Опять ключевое слово развиваться. Вот посмотрите 2017 год. Развиваемся мы. Мы работаем, мы не останавливаемся на достигнутых целях. И в 2018 мы опять стоим на сцене и опять стоим с двумя чеками. Потому что в этом году мы тоже закрыли два звания. Это дважды бриллиантовый директор и исполнительный директор. Это тоже большая работа. Развиваемся мы и развивается наша команда параллельно. Чем выше личностно становитесь вы, тем личностно растет и ваша команда. Вот здесь вот на этом слайде показана эволюция нашей команды. Начиная с 2015 года. В 2015 году на банкет директоров мы ездили в составе шести человек. По премиям мы получили на всю команду тогда одну тысячу долларов. Это премия нашего первого директора, который пришел к нам через онлайн. Через новые методы, когда мы начали ставить новую систему. Вот начиная с 2010 года. Первый директор. На следующий год, в 2016 году, у нас уже было намного больше людей. Премиями мы собрали 28 долларов. 28,5. В 2017, в прошлом году, командой мы забрали уже 86 тысяч долларов. И в этом году команда на вечере победителей, на банкете директоров, команда собрала более 101 тысячи долларов. Это только в премиях. Друзья, о чем это говорит? Это говорит о том, что те методы, которыми сейчас работают лидеры в компании Reflame, они сейчас работают и дают мощные результаты. Такие результаты, что за один год можно приумножить свой бизнес в несколько раз. А какой предприниматель может похвалиться таким результатом? Ведь спросите у любого предпринимателя в традиционном бизнесе, может ли он свой бизнес увеличить в два раза? Товарообороты, я имею в виду, за один год. Многие скажут, что нет, что у них нет такого количества финансовых вложений. В нашем бизнесе финансовые вложения не требуются. Требуются только временные вложения. Это время, которое вы потратите на свое развитие. Время, которое вы потратите на обучение и получение опыта в этом бизнесе. Какие результаты материальные мы сейчас уже получили, развиваясь компанией Reflame? Во-первых, это покупка квартиры мечты. Об этой квартире мы мечтали. Знаете, у нас долго была дилемма, что купить дом загородный или квартиру большую в городе. Мне всегда хотелось, конечно же, и дом. Но душа моя просила, чтобы у меня было пространство, большое пространство в центре города, с рядом каким-то водоемом, с Волгой. Я привязан уже к Волге, я давно живу в этом городе, в Саратове. И мне очень этого хотелось. И наша мечта осуществилась. Мы приобрели себе большую квартиру 115 метров квадратных, которая находится в новом элитном жилом комплексе Ямайка в Саратове на 21 этаже с панорамным видом на Волгу. Ребята, которые у нас сейчас в прямом эфире, могут увидеть. Ну, здесь, конечно, темно на улице. Видно вид, который видно через панорамные окна. Ну, ночью это не так. Днем это видно совсем-совсем по-другому, я вам скажу. И это очень мотивирует и вдохновляет, когда вы осуществляете свои мечты. Как я говорил, а я еще не говорил, да, у нас трое детей, и наличие трех пацанов, трех сыновей, очень мотивирует нас на достижение новых званий. Потому что три ребенка, три сына, они требуют не только внимания, не только любви и ласки, не только там сходить погулять. Они, конечно же, и требуют огромных финансовых затрат, и временных в том числе. Потому что каждый из наших детей ходит или в школу, или в садик. Это что означает? Их надо отвезти, привезти. Каждый из наших детей занимается, и у него есть какое-то хобби, или спортивное, или творческое. И туда нужно тоже привезти и отвезти. Плюс старший у нас дополнительно занимается английским языком, куда тоже нужно отвезти и привезти. О чем это говорит? Это постоянное время, которое нужно уделять развитию своих детей. Ведь нас это мотивирует. И на днях мы с Ольгой думали, вот если бы мы работали по найму в этот момент, вот сейчас, пусть даже у нас была бы хорошая зарплата. Как бы мы могли уделять столько внимания, сколько сейчас уделяем внимание своим детям? Да никак, я вам скажу. Абсолютно никак. Знаете, когда я работал на железке, я понимал, что для того, чтобы мне там еще выше подняться, продвинуться и в финансовом плане, и по должности, мне пришлось бы просто жить на железной дороге, на работе. Я не говорю сейчас конкретно про РЖД. Я считаю, что точно так же и в других сферах. Серега работал в ГАИ, насколько я помню, и в такси, и ребята каждый где-то себя пробовали по найму. Да и вы все вот, триста, вот сорок человек в прямом эфире, тысяча двести человек в вебинаре, и в других прямых эфирах, я думаю, вы не дадите мне соврать, что чтобы зарабатывать, ну, к примеру, там от пятисот тысяч придется жить на работе. Мы не называем свой бизнес работой, мы называем свой бизнес образом жизни, потому что мы всегда дома. Я сейчас дома, но я работаю. В данный момент Ольга с детишками в соседней комнате, она тоже слушает нашу трансляцию. В какой-то момент Ольга работает, я могу быть с детишками, она может их отвезти, я могу их отвезти. Понимаете, это взаимозаменяемость друг друга. И это вот самая главная команда в нашей жизни, это команда со своим самым главным ключевым партнером, это супруг или супруга. Понимаете, у нас сорок восемь часов в сутки, в сутках. И это нас мотивирует. Еще мечты, которые мы осуществили, это автомобиль мечты. И, конечно, у нас были другие машины от компании «Арифлейм». Это у нас уже второй автомобиль. Первый это был по программе для директоров. Мы ездили на «Шкоду Рапид» два года. Компания за нас оплачивала эту «Шкоду» автомобиль. И, ну, как два года закончились, мы уже закрыли звание бриллиантовых директоров. И по программе «Автомобиль мечты» мы получили автомобиль «Вольво Икси-60». Новый, стоимостью 350... 3 миллиона 500 тысяч... 3,5 миллиона. Ездим на нем уже два года. Сейчас у нас звание «Исполнительный директор». Мы уже можем взять себе другой автомобиль более высокого класса. У нас сейчас стоит мечта взять себе «Вольво Икси-90». Понимаете, я планирую себе автомобиль за 5 миллионов. Я 5 лет назад не мог бы даже подумать о том, что я буду мечтать о автомобиле такого класса. Но бизнес, которым я занимаюсь, он мне дает эту уверенность. И я уверен, что он у нас будет. Я знаю, что нужно делать для того, чтобы он у нас был. Я знаю, что нужно делать каждому, кто приходит в компанию. Что нужно делать для того, чтобы осуществить... А это авто куда, вот у меня спрашивают. А этот автомобиль я могу оставить себе, могу отдать его назад в компанию, могу его продать. Вот так вот. Сам буду выбирать. Конечно, еще одна мечта – это команда. Команда мечты. Команда, с которой мы уже сроднились, как с семьей. Команда, которая для нас так же, как и семья, очень родная. Мы мечтали о такой команде, которая сейчас. И у нас уже мечты совсем о другой, о более мощной команде, в которой более мощные лидеры, чем сейчас. И есть эти лидеры, которые сейчас развиваются. И мы уверены в том, что команда, которая сейчас у нас есть, она будет еще сильнее, больше и мощнее. С нашей командой мы уже путешествуем. Путешествуем мы уже не одни. Сами мы посетили уже более 20 стран. Из, насколько я помню, 179, кажется, стран в мире всего есть. Вот из этого количества стран мы посетили 21 страну на данный момент времени. В ближайшее время мы посетим еще одну страну. Она буквально через две недельки к нам в копилку попадет. В январе мы планируем поездку в Австралию. Эту поездку нам оплачивает компания. Это будет конференция, исполнительная и бриллиантовая конференция от Reflame. В прошлом, в этом году мы съездили в Японию, в Токио. В прошлом году это было Майами. В этом году, я не буду говорить, сколько всего стран мы посетили. Это много. То есть, нас мотивирует путешествие. И опять же, опять же, ребят, подумайте, как можно путешествовать 5-10 раз в году, если бы я работал по найму. Или если бы вы работали по найму. Реально это или нет? Даже если отпуск, который дается работнику по найму, это 30-28 календарных дней. Даже если брать этот отпуск, то не хватит этого времени для того, чтобы посетить 10 стран. То есть, съездить в 10 путешествий. Не хватит. А здесь мы успеваем путешествовать, мы успеваем заниматься спортом, заниматься саморазвитием, заниматься развитием себя, детей, проводить время с семьей, друзьями и просто смотреть хорошие фильмы вечерами дома в семейном кругу. Или по выходным. У нас каждое воскресенье семейный день. Понимаете? Это огромные возможности. Компания нам дает огромные возможности, которыми просто нужно начать пользоваться. Стиль жизни, когда вы занимаете топовую позицию в рейтинге лидеров компании, совсем другой. Совсем другой уровень жизни, стиль жизни. Совсем другое мышление, совсем другие ценности становятся. И каждому из вас я, конечно же, желаю ощутить такую жизнь. И желаю все сделать для того, чтобы прийти к этой жизни и начать осуществлять свои мечты. Как мы работаем? Мы развиваем личный бренд. Конечно, если я закончу этими словами, как мы работаем, в меня полетит куча помидор, потому что развитие личного бренда включает в себя просто аховую систему действий. Для того, чтобы на ваш бренд приходили люди, нужно очень много развиваться. Мы работаем в Инстаграм. Для нас это основная социальная сеть, в которой лично я развиваюсь. Лично я. Потому что некоторые в нашей команде больше работают. Вконтакте, кто-то изучает Фейсбук, и в Одноклассниках ребята работают. То есть, есть системы по обучению во всех социальных сетях. Вот. Мы с Ольгой для себя выбрали Инстаграм. Кстати, про Инстаграм я много буду говорить на форуме, который пройдет в феврале. В следующем году, 9 февраля, насколько я помню, будет форум. Но об этом расскажет уже следующий спикер, наш ментальный спонсор и наставник Эдуард Васильев. Он расскажет подробнее об этом форуме. Я лишь скажу, что на этом форуме я буду в качестве спикера и буду говорить о том, как мы развиваемся и что мы делаем в Инстаграм. Сейчас я оставлю это, так сказать, знаете, вот на феврале. На феврале, ребят. Ну, конечно же, я скажу некоторые фишки, в которых мы сейчас делаем акцент во время работы. Это три основные кита в нашем бизнесе. Рекрутинг, сопровождение, мотивация. Самое основное, конечно, это рекрутинг, потому что, когда рекрутинг не налажен, вам некого будет сопровождать, некого будет мотивировать. Поэтому нужно все время рекрутировать. Что мы делаем? Мы постоянно собираем новые контакты. Где бы мы ни были, где бы мы не общались с людьми, мы стараемся с ними, что сделать? Познакомиться и нет, друзья, не дать им визитную карточку. Потому что нашей визитной карточкой являются наши социальные сети. Поэтому наша задача познакомиться и сказать, давай зафрендимся. Где-то есть Инстаграм, Контакт, Фейсбук, Одноклассники, Твиттер, где угодно. Главное – получить контакт и зафрендиться с ним в этих соцсетях. Для чего? Для того, чтобы человек видел нашу социальную сеть. А там мы уже все ему скажем. Далее. Мы постоянно ведем диалоги в социальных сетях. Ведение диалогов обязательно ежедневно. Как мы заводим диалоги? Я захожу по геотегу, по хэштегам, по тем, которые мне важны. То есть там, где сидит моя целевая аудитория. И начинаю с ними общаться. Я могу задавать абсолютно любые вопросы. Как правило, это бывает по последней фотографии вопрос мой. Или по последней публикации. Я спрашиваю, а вот вы были в этом магазине. Понравился ли вам там или нет? Мы собираемся туда съездить. Будет ли шпить или нет? Я не знаю, поэтому обращаюсь к вам. Я общаюсь по фильму. Могу зайти в какое-то кино. Начать общаться с людьми. То есть с живыми людьми, которые сходили на фильм, на премьеру. И выложили по нему постик. Вот я спрашиваю, а как там вам понравился фильм или нет? То есть моя задача завести диалог. Потом уже я плавно перехожу разговор или в предложение бизнеса. Если это наш город, то это назначение встречи, где лучше назначить встречу и провести ее оффлайн. Дальше. Чаты на троих. Тот человек, который является новичком, приходит в бизнес, он быстренько пока проходит обучение в школе. В школе ЯПрофи, школу нашей команды. Он уже может приглашать людей. Своих самых близких людей. Как мы делаем? Он создает чат. Это свой спонсор. Он и тот человек, которого он приглашает в бизнес. И он в этом чатике наблюдает за тем, как его спонсор работает с его человеком. Он видит это на практике и уже обучается, как работать с людьми. Работа с теплым рынком. Обязательно. Теплый рынок – это те люди, с которыми, вот как я всегда говорю, это те люди, с которыми можно ошибаться. Кто-то перелеснул мои слайды, нечаяненько, ничего страшного. Сейчас я сделаю. Вот. Это те люди, с кем можно ошибаться, с кем можно подойти и предложить им второй раз. Так, дальше. Сопровождение. Это планерки, созвоны, точечная координация с каждым партнером. Встречи оффлайн, они больше приветствуются для сопровождения. Мотивация. По-любому мы проводим итоги каталога, так же, как и любые партнеры, лидеры. Мы поздравляем с результатами каждого партнера, неважно, с нашей он командой или нет. Мы скидываем новый результат по чатам. Поздравляем. Мы показываем людям, что есть возможности и люди делают. А если это сделали кто-то другие, значит, 100% вы тоже можете это сделать. Если кто-то сделал, значит, ты тоже можешь. Мы активно продвигаем программы компании. Ребята, те, кто уже в бизнесе, я знаю, как классно, вы не дадите соврать, как классно зашла программа на драйве. И сейчас идет крайняя неделя, в это воскресенье будет крайний розыгрыш по этой программе. И она нам очень помогла в рекрутинге вот эти последние два каталога. Ну и, конечно, мероприятия и корпоративы наши и командные компании, они очень мотивируют каждого, любого партнера. Даже этот вебинар, который сейчас здесь, он тоже будет мотивировать. Он будет мотивировать и партнеров, и тех, кто сейчас зашли по ошибке и оказались в этом прямом эфире. Мы вас приветствуем. Вы в нужное время, в нужном месте. Обязательно напишите тому человеку, от кого вы, по чьей рекомендации здесь в прямом эфире. И не упустите возможность подключиться именно сейчас к этому бизнесу. Вон, обратите внимание, Константин Коровник пишет, что с его легкой руки он две недели назад получил айфон в розыгрыше. Ну, круто. Поздравляю тебя, поздравляю. Ребята, конечно, всю систему работы не дашь за 15 минут. И моя задача была донести до вас, что форум МБФ – это тот форум, который просто зажгет, просто даст такую порцию адреналина и энергии до следующего форума, форума, что вы по-любому должны, просто обязаны будете сделать новое звание. Ведь с этим форумом подвязаны еще чаты, мощные чаты МБФ, про которые уже говорили и предыдущие спикеры. И я говорю, и сейчас этот чат постоянно пополняется, пополняется. И он как один из самых важных инструментов для поднятия бизнеса, именно мужского бизнеса. А ведь мужчины – это кладезь, кладезь в нашем бизнесе, с мужиками работать легко и просто, четко и без воды и без лишних слов и фраз. Ребята, я, конечно, нисколько не в укор девушкам без девушек наш бизнес точно не построится, ведь компания несет красоту, а кто, как не девушки, могут эту красоту лучше всего описать. Вот. Я с вами прощаюсь на данный момент и прощаюсь с вами до будущих мероприятий, до встречи на мощном бизнес-форуме, который состоится в феврале. И буду рад общению с каждым из вас. До новых встреч. Пока. Передаю слово Эдуарду. Эдуард, мы тебя слушаем. Дорогие друзья, приветствую. Ох, ребятки, а! Я вот сейчас сидел, слушал Олега, Сергея, Сергея еще одного, Виктора. И вы знаете, я вот, ну, несколько раз прокручивал. Если бы, да, когда я стартовал, я бы стартовал с этой информацией, если бы я стартовал именно с такими, с такими спикерами, то я уверен, что наш бы рост, Наталья, был намного бы мощнее, круче, однозначно. Это стопроцентно. Добрый вечер, друзья. Доброй ночи. Приветствую всех, абсолютно со всех регионов. Ну, начать хочу, во-первых, да, то есть благодарности за организацию сегодняшнего вебинара Алексееву Александру Юрьевичу. Саша, огромное тебе спасибо. Это не просто организовать нас, бывает топов, но ты красавчик. И Саша, это душа, мозг, МБФ, движение. Это тот, кто создает сценарии, это тот, кто создает вообще идею, концепцию МБФ. Ребят, аплодисмент Алексееву Александру Юрьевичу. Кстати, он будет один из соведущих предстоящего МБФ мероприятия. Итак, поехали. Вначале буквально быстро расскажу несколько основных моментов своих и своей истории. В этот бизнес мы пришли с моей супругой, с Натальей по двум причинам. Деньги и запасной аэродром. Вы знаете, вот сейчас очень часто свои презентации я начинаю именно с этого. Так, секундочку. Именно с этого, посмотрите. Сколько ты сейчас зарабатываешь? Посчитайте, сколько у вас доход в месяц, сколько у вас времени уходит на зарабатывание этих денег. Только учитывайте еще дорогу на работу и с работы. Если ты работаешь с 8 до 5, то из дома ты выходишь, наверное, в 7 утра. А приходишь ты в 18.00 вечера. Это 11 часов в день. И, соответственно, ну вот я привожу тут пример одного из диалогов с одним парнем. Его зарплата, вернее, 30 тысяч, 242 часа в месяц у него уходит на зарабатывание этой суммы. В итоге его 1 час. Так, сорян. Так, у нас чуть-чуть, да, переключаются слайды. И 1 час в его случае это 124 рубля. Ребят, и вот смотрите, дальше я задаю вопрос всегда. И вы себе задайте вопрос. Можете посчитать, еще раз повторюсь, да? Посчитайте, сколько из этого твоих денег? И он говорит, ну как сколько? Все мои. Я говорю, ты уверен? А давай посчитаем. Кому и за что ты платишь? В его случае он платил за аренду квартиры 10 тысяч рублей в месяц. Я говорю, ты платишь не 10 тысяч рублей в месяц. 10 тысяч рублей раздели на 124 рубля. Это 80 часов. Ты платишь 80 часов в своей жизни Вере Ивановне. Это женщина, которая сдает ему квартиру. Ты платишь, да, за кварплату ЖКХ такому-то столько-то часов в твоей жизни. Если у тебя кредит, например, да, в месяц какая-то сумма, ты можешь посчитать сумму месячного кредита, разделить на стоимость твоего часа, сколько часов ты отдаешь какому-то банку каждый месяц. Ребят, понимаете, в чем дело? Вот это в свое время очень сильно долбануло мне вот сюда в мозг. Мне реально, мне плакать хотелось, то есть, как мужчине, то есть, внутри плакать хотелось. Итак, мы пришли на план успеха компании Арифлейм. Нас мотивировал именно план успеха компании Арифлейм. И не сразу, у нас не сразу все было, все хорошо получалось. Вы видите, это первый месяц нашей работы. За первый месяц работы мы пригласили одного человека. Одного. Один человек. Тот человек, кого мы пригласили, пригласил тоже одного. И наш доход за первый месяц составил 86 рублей. 86 рублей. Это был наш первый доход, ребят. Мы не были такими, какими мы являемся сейчас. То есть, вот эта фотография, где мы менеджеры. Это приезд на одно из мероприятий в Москву. Вот здесь мы просто менеджеры. Посередке стоит Наталья Васильева, моя супруга. С одной стороны Александр Васильев, мой родной брат. С другой стороны стою я. Понимаете, да, в чем дело? Мы не были такими, какими мы являемся сейчас. У нас не было результатов. Мы не могли показать свои автомобили, чеки, доходы, когда мы приглашали своих первых партнеров и формировали свою первую команду. Но знаете, что у нас было? И что должно быть у каждого из вас? Это горящие глаза. Да, откуда горят глаза, да, как они загораются? Это твои мечты, это твои цели, это твоя боль может быть, да. Это та сумма в час и сколько часов ты платишь за кварплату, сколько часов жизни ты оплачиваешь за питание и так далее, и так далее. Ребята, задумайтесь об этом. Что в итоге? Что в итоге изменилось? Сейчас я покажу об этом. Смотрите, это наши первые праздники с командой. Посмотрите внимательно. Это не были рестораны. Понимаете, в чем дело, да? Посмотрите, какая люстра была, да? Тут много можно чего рассказывать. Но мы куражились, понимаете? Мы верили, что будет очень круто. Мы знали, что будет очень круто. И в итоге это круто стало больше даже, чем мы ожидали. Намного больше, чем мы ожидали. Мы не думали, что у нас будут такие результаты. Понимаете, да, в чем дело? Мы никак не ожидали, что наша команда будет настолько мощной и наш бизнес будет настолько грандиозным. Мы, я никогда не мог подумать, какие подарки мы сможем делать друг другу. Вот Наталья Васильева в свое время мне подарила Mercedes E-класс купе. Новый, ребят. Это была моя мечта. Это было в моем списке. У нас был на тот момент уже автомобиль Touareg, как у Сережи Гоглоева. Мне он понравился. Я помню, когда мы ездили к нему. И мы вот с Сергеем тоже купили себе Touareg. И Наталья видела, как я хотел этот автомобиль. Я сказал, Наташ, ну это же лишние расходы. Это второй автомобиль в семью. И она сказала, очень твердо сказала, мечты нужны, чтобы их осуществлять. И не важно, сколько они стоят. И она подарила мне этот автомобиль. Ребята, вот задумайтесь об этом. Как это возможно? Мы будем об этом рассказывать на МБФ. И вы в чате МБФ. Мы делимся. Топовые лидеры. Все делятся своим опытом. Как они развиваются. В этом чате МБФ каждую неделю дежурит один из топов. И каждый день топовый директор делится своей практикой, наработками. То есть там идет практическая движуха. Да, само собой, благодаря этому бизнесу наша жизнь стала совершенно другой. Откровенно могу сказать, ну не мечтали мы о таком уровне жизни. Я не думал, что будет именно такой уровень жизни. Это произошло с компанией Reflame, ребят. Сейчас мы переехали из Чувашии, из Чебоксар в Москву. Вот это тот дом, который у нас сейчас строится на Новорежском шоссе. Это один из, не то что один, это сейчас самое престижное направление в Москве. Параллельно идет с Рублевкой. Это группа поселков Виладжо Эстет. Можете забить в гугле, посмотреть, что это такое. Ребята, это стоит очень дорого. Очень реально дорого. И в следующем году мы будем заезжать в свой дом. Он очень современный. Он очень оснащенный. Он реально очень крут. И, само собой, мы будем приглашать к себе в гости с радостью своих друзей и близких. Итак, лучше не посмотри, Леша, офигеешь. Итак, ребята, вот я сейчас, мы сейчас верим в принцип win-win, выиграл-выиграл. Я сейчас как никогда верю в то, что будущее за теми, кто будет отдавать очень много. И вы знаете, в программе МБ остаются только те, кто выращивал самую там какую-то крутую, сам исчез. Ребята, я исчез или это у кого-то исчез? Скажите, пожалуйста. Ничего нет. Так. Вы уверены, что ничего нет? Я себя просто вижу очень хорошо. Все хорошо, да? Извините, пожалуйста. И он делился, он делился со всеми. Когда ему говорили, почему ты делишься? Выращивай ее только сам, ни с кем не делись. И он говорит, ребята, если у меня будет высаживаться хорошая кукуруза, а у моих соседей нет, она будет переопыляться. И со временем моя кукуруза станет хуже, станет слабее. Мне выгодно, чтобы и у моих соседей была, и у моих соседей, чтобы была хороший, хороший урожай кукурузы. Ребят, задумайтесь об этом. Вот это меня на самом деле очень сильно шокировало. Поэтому, что нас ждет впереди? Точнее, что у нас было, и снова, что нас ждет впереди? Еще раз про кукурузу. Мы расскажем еще раз про кукурузу в будущем, хорошо? Итак. Тормозит у меня видео. Сейчас, секундочку, буквально секунду, подождите. Так, я заново перезашел. Я уверен, что хорошо видно, хорошо слышно, да? Да, в какой-то момент. Или осторожно пригласили лидеров параллельных команд, лидеров, которым тоже близок вот этот принцип win-win, кому близок. Так, снова про кукурузу, пожалуйста. Давайте про кукурузу я расскажу на одном из прямых эфиров, хорошо? И так. И в прошлом году в Чебоксарах мы провели наш первый мужской бизнес-форум практически на тысячу участников. Тысячу участников, который... Этот форум проходил в городе Чебоксары, друзья. Сразу хочу сделать очень важную отметку. Очень важную. Мужской бизнес-форум. Мужской бизнес-форум создан не для того, чтобы у нас было просто больше мужчин. Мужской бизнес-форум создан для того, чтобы у нас было больше успешных семейных пар. Ребята, я очень хочу, чтобы вы поняли вот этот принцип. Чем больше будет мужчин в этом бизнесе, тем больше будет успешных семей. Есть много причин, да, ну, несколько основных причин, почему нет, ну, в этом бизнесе некоторых мужчин, да. Может быть, они не слышат своих жен, они, может быть, не слышат своих детей, да. Может быть, они не слышат, ну, своих матерей и так далее, и так далее. Поэтому мы приняли решение, так, кто-то у меня из модераторов пытается помочь. Мы приняли, поэтому именно, мы приняли решение сделать так, чтобы у нас с вами было общероссийское. И сейчас, я уверен, это движение выйдет далеко за пределы России. И Казахстан, уверен, и Украина, и Беларусь будут подтягиваться к этому движению. Обязательно будут подтягиваться к этому движению. Теперь смотрите, что сейчас. Вот предстоящий бизнес-форум, ребят, это бизнес-форум не просто, который даст новые знания вам. Это само собой. На этом бизнес-форуме будет выжимка, 10% будут конкретных знаний, что делать. А вот 40% это будут тренинги, которые будут влиять на твое мышление, на то, как работает твой мозг, на то, в каком направлении ты движешься, с какими принципами и с какими установками. И 50% успеха – это твое окружение. Ты попадешь в сообщество успешных мужчин. Ты попадешь в команду успешных мужчин. Я забегая сразу хочу вам сказать. Сейчас я расскажу, как попасть на бизнес-форум. Забегая, скажу следующее. Каждый, кто покупает билет на мужской бизнес-форум 2019 года, сразу автоматом покупаете билет сегодня, покупаете билет завтра и сразу же в этот день вы попадаете в чат МБФ. Сразу же. Подчеркну. Мы сделали много разных способов работы, да, мужской команды. И мы сейчас нашли вот этот оптимальный, да, то есть вариант, как развивать мужские, большие мужские команды. Сейчас я расскажу все детали, все подробности. Итак, записывайте себе, пожалуйста. 9 февраля, Москва. Сейчас, секундочку, у меня тоже приостановился прямой эфир, я его перезагружу. И сейчас мы продолжим. Буквально секунду. Поехали. 9 февраля, записывайте, пожалуйста, 2019 года. Город Москва. Мужской бизнес-форум МБФ 2019. Ровно тысячу участников. Обратите, пожалуйста, внимание. Ровно тысячу участников. 9 февраля 2019 года. Цель вообще МБФ, цель МБФ движения, это создавать сообщество профессионалов. То есть создавать сообщество профессионалов сетевого бизнеса. Что отличает профессионалов? Помимо умений, помимо знаний, профессионал от любителей отличается доходом. Удача, чтобы умножалось количество зарабатывающих мужчин, зарабатывающих семей. Семьи, ребят, еще раз отмечу, это не только муж-жена. Семья – это мама-сын, это отец-сын. Ну, понимаете, да, тут разные вариации есть семьи в любом случае. Я сейчас расскажу вам немножко про спикеров, да, про билеты на форум. Я сейчас все это расскажу в обязательном порядке. Итак, спикер номер один во всех смыслах этого слова. Наставник номер один в мире, Владимир Полежеев. Полковник, первый результат компании «Арифлейм» в мире и наставник сотен долларовых миллионеров. Сотен, подчеркну, долларовых миллионеров компании «Арифлейм». Вот три основных кита, о которых я хотел бы сказать. Можно очень много говорить про Владимира. Итак, лидер номер один компании «Арифлейм» мира. Полковник, ребята, я почему говорю об этом? Он был успешен на военной службе. Он, придя в сетевой бизнес, стал первым результатом компании. Хотя в бизнес они пришли далеко не первые в компанию «Арифлейм». И он вырастил огромную плеяду долларовых миллионеров. Это фундаментальные принципы. Сегодня только что говорили с Владимиром о предстоящем мужском бизнес-форуме. Следующий, ребят, спикер. Многие из вас знают его. Аркадий Цукер. Уверен, что кто-то из вас сейчас смотрел фильм «Временные трудности». С Аркадием, ну, тут, я вы знаете, сам факт того, что он будет на этом форуме, он говорит об очень многом. Это будет новый уникальный тренинг только для мужчин. Совершенно новый взгляд к бизнесу, ну, подход к развитию бизнеса. Ребят, я считаю, что тут, да, не нужно делать дополнительных презентаций. Хотя у нас будут анонсы, будут более подробные детали о спикерах. Следующий спикер, друзья, это доктор психологии, международный тренер Вадим Воловик. О чем будет его тренинг? Знаете, чем мне нравится, что у нас будет однодневный форум, то, что у каждого спикера будет задача за час-полтора раскрыть свою тему. Когда ты выступаешь день-два, ты можешь где-то пустить воду, согласитесь, да, ты можешь сказать много лишнего, но когда у тебя на выступление час-полтора, ты должен сказать выжимку, саму соль. Вадим даст четкие инструменты, как мужчинам быть, быть успешными, гармоничными в семье и в бизнесе. Вадим даст очень четкие технологии, ребят. Мы также поделимся с вами анонсом, то есть его тренинга в обязательном порядке. Следующий спикер. Вот сейчас я открываю карту вам. Ребят, я часто получаю в личку такие сообщения в комментариях, Эдуард, мы бы хотели иметь такую же энергию, как у вас. Откуда вы берете столько энергии? Где вы берете столько энергии? Открываю секрет. Вот этому меня научил этот человек, Игорь Незавибатько. И от него вы получите уникальный тренинг, уникальный, подчеркну, тренинг на тему, где брать энергию, где брать энергию, как трансформировать эту энергию, что такое энергия, да, жизни, сексуальная энергия, бизнес-энергия, и как уметь управлять своей энергией, когда у тебя ее нет. Ребята, нужно знать технологии. Я владею этими технологиями. И поэтому мне легко создавать себе энергию. Я знаю, где, как, каким образом ею подпитываться. Понятно, да, идея? Не будучи вампиром и так далее, так далее. Поэтому, ребят, об этом технология создания энергии и направление этой энергии на созидание, вот об этом будет тренинг от Игоря Незавибатько в том числе. Далее, друзья. Это помимо, обратите внимание, это помимо спикеров-лидеров, сейчас говорю, Евгений Чагин. Многие знают его, абсолютный чемпион, прошедшего чемпионата в своем регионе по бодибилдингу, ребят. И он также приезжает на этот форум, он будет давать свой блог. Ну, вы понимаете, да, это будет просто круть, однозначно. У нас будут следующие мужские вебинары, на которых мы будем анонсировать уже спикеров, мужчин этого форума. Само собой, на этом форуме у нас будет топ-менеджмент компании «Реплейн». У нас есть уже предварительная договоренность с Магнусом Брэндстромом. Друзья, 9 февраля 2019 года, мужской бизнес-форум МБФ в Москве. Далее, я хочу отметить, что у нас ждут впереди вебинары, в которых будут участвовать такие спикеры, как Хафиза Ферик, Долженко Антон, Косицын Виталий. Мужчины, кого пропущу вдруг, да, там, помогите в чате писать. Косицын Виталий, Васильев Сергей, Егоров Влад, Гифнидар Артем, Родионов Иван, Гайнудинов Ренат, Киямов Радик, Васильев Александр, Колтон Алексей, Жихарев Алексей, Горбатко Дмитрий, Шаймарданов Роберт, Хвостов Геннадий, Максим Наренко, Маркелов Олег, Рублев Дима. Ну, то есть, у нас ожидается большая плеяда таких вот, ну, у нас будут такие вебинары, будут прямые эфиры, но, еще раз хочу отметить, самое ключевое, конечно, это не только разовый мегафорум. Самое ключевое, что у нас есть Шахаев Гоглоев, ребят, тут даже не обсуждает, это, само собой, все, кто сегодня выступали, это уже, ну, как бы сказать, даже не обсуждается, да, давайте, хорошо, то есть, все спикеры сегодняшнего дня в том числе. Итак, теперь про стоимость. Сегодня официальный старт билетов, 15 ноября, для всех мужчин компании Reflame, да, то есть, мы не будем смотреть принадлежность к командам, к организациям. Будут два вида билетов. Будет билет стандартный, стоимость 2000 рублей, это стандартный билет. И будет билет класса VIP. VIP это понятно, да, первые ряды, но у нас нет задачи заработать на этом форуме, вы понимаете, да. Девочки, сейчас я скажу вам, как вам нужно думать об этом мегафоруме. VIP билет, там очень большие преимущества, это рассадка передней ряды, это эксклюзивные фотосессии. Теперь самое ключевое скажу, для тех, кто берет VIP билеты, будет эксклюзивная возможность общения со всеми спикерами, плюс топовыми лидерами компании Reflame. Это для тех, кто берет билеты класса VIP, хочу отметить. Теперь следующее. Девушки, думайте, как организаторы. Я вот, знаете, вам хочу дать одну рекомендацию. Дайте своим мужчинам, мужьям, братьям, отцам шанс поехать на этот форум. Будьте уверены, девочки, вашего мужа там никто не охмурит, там не будет ни одной девушки, там будет в зале только мужчины, понятно, да, идея. Поэтому вы можете быть на тысячу процентов уверены, что вы спокойно отпускаете своего мужа на это мероприятие или там своего кого-то любимого, родного. Тысячу мест в зале хочу отметить. Тысячу мест в зале это зал Плеханова, очень хороший зал в центре, рядом с метро Серпуховская. ВИП-билетов примерно 150, 150 ВИП-билетов из этого, чтобы вы знали. Старт билетов, еще раз повторю, сегодня, через кого брать билеты? Вы видели, слышали, вернее, список, который я озвучил, всех мужчин, кого вы можете прямо сейчас писать в личку, и они помогут вам с покупкой этих билетов. Понятно, да, идея? Есть финансовый директор, который у нас занимается этим вопросом. И вот теперь еще раз напоминаю, дополнительный бонус, какой? Сразу же в день покупки билетов вы получаете доступ в мужской чат сообщества МБФ. То есть, как только вы покупаете билет на этот форум, вы получаете доступ в чат, в мужской чат сообщества МБФ. В этом чате девочки только мужчины, потому что, если будут девушки, теряется весь смысл этого чата, потому что, ну, мужчины все равно более увереннее, раскропощеннее, но общаются именно в мужском сообществе. Еще раз повторюсь, в зале в этот раз будут только мужчины. Да, у нас есть в планах следующий форум, МБФ, да, МЭН, вернее, он будет уже проходить под эгидой фэмили, то есть, бизнес фэмили. Так что, обратите внимание. Да, вы можете для мужа взять в билет, то есть, совершенно верно. Дальше. Дорогие мужчины, кто будет смотреть это в записи, дорогие девушки, мой вам совет, дайте себе шанс для нового витка роста. Я очень верю в одно. События меняют людей. События, не слова. Сразу хочу вам сказать, трансляции этого мероприятия не будет стопроцентно. Это стопроцентно. События меняют людей. И мы, еще раз повторюсь, создали чат МБФ, мы создали вот это движение МБФ для того, чтобы не просто сделать место тусовок. Наша задача, чтобы становилось больше профессионалов в компании Арифлей. А профессионал это тот, кто зарабатывает. Поэтому 9 февраля Москва мы сделаем очень крутой форум, который будет стартом, мощным витком для каждого участника этого форума. спасибо всем сегодняшним спикерам. Спасибо огромное Олегу Плешкову. Спасибо Сергею Гоглоеву. Спасибо огромное Сергею Шахаеву. Спасибо огромное Виктору Кукушову. И, конечно же, спасибо нашему организатору Алексееву Александру Юрьевичу. Дорогие друзья, все только начинается. Будьте в этом уверены. У каждого из нас все только начинается. Погнали. Пока.